Молодец! Родители были против, на самом деле, того, чтобы родился наш сын. А не против, что вы его делали каждый день этого сына? То есть это было можно? Мы были молодые, мы еще только... Вы были дети, называется? Ну да, мы еще только не посыпали. А вы сказали, хотим ребенка, а на что кормить, где жить, как воспитывать? Это уже второй вопрос. Ну, в 17 лет немножко по-другому смотришь на жизнь, нежели спустя годы. А где ребенок? Ну где? В корзине с игрушками, где все игрушки, туда и ребеночка сверху положить. Нет, ну мы справлялись. Мы справлялись. Где жили-то? Мы даже жили отдельно от родителей, от ее, от моих. А в школу ходили? Не в школу, я в институт ходила. Ну, я уже в институт поступил. А на что жили? Ну, мои родители помогали на тот момент. Молодец. Справлялись, говорили. А что случилось-то? Почему расстались? Ну, там была немножко такая запутанная история. Ее лучшая подруга рассказала мне, что в то время, когда мы с ней встречались, она уже сделала аборт. От кого? Нет, дело не в этом. Во-первых, а, сказать, пошла отсюда вон, я еще твоей подруге скажу, чтобы она тебя на порог не пускала никогда, а ты пошла вон отсюда. Кому что? Вот этой подруге, которая пришла с этим известием, конечно. Ну, вы были таким малолетним дебилоидом, конечно. Вы эту всю информацию съели, пришли, руки в боки и сказали, ах ты такая растекая. Ну да, я пришел разбираться, узнавать правду. Это казалось правдой, она в этом призналась. Есть такие мужчины, которые делают такой изумительный пробег, вот конфетно-букетный. Четыре с половиной года. Ну, за чего-то не хватало, потому что в семейных отношениях, вот как ни странно, да я даже не могу представить сейчас, было бы мне приятно, выложенные цветами там, Лара, я тебя люблю, или там что-то, я не думаю. Набросал? Там 50 роз на этот, со съемок приходил. Первая мысль, убирать сейчас вот все придется, я так устала, как говорится. Знаете, не всегда вошли, я хочу вам сказать, вот такие вот бытовые кружева, когда вдруг тебе вовремя салфеточку, вовремя тебе чай, понимаете, когда тебе говорят, не надо, ты пойди погуляй с подругами, а я сам там справлюсь. Понимаете, вот в отношениях, что если 4 года, это семейные отношения, они гораздо важнее, чем вдруг единоразово раз так поразил, а дальше, женщина же все время ждет, а что будет за этим, а что будет дальше. А куда? А там начинается вот один раздел, а дальше будет, и она ждет же 4 года, ждала, видать, повторения такого, ничего не дождалась. Да вообще, это девушка с крепчайшими нервами, Ларис, потому что если бы все выходили из зала, я бы подумала, что задымление и пожарная тревога, я бы тоже вышла. Второй момент был, мы украсили ее машину возле работы, и в этот момент подошел незнакомый человек, передал ей сюрприз, где была цифра. Потом гаишник. Потом гаишник, да, нас остановил, но четвертый я оставил на потом, то есть в самый последний момент, то есть у нас с друзьями было мероприятие, поехать на море погулять, покупаться. Знаете про потом, да, лежит старый еврей, уже умирает седьмой день, собрались все родственники отовсюду, и уже приходят в комнату. Ну, на третий, на четвертый день уже все как-то повеселели немножко, дедушка, привет, и их напекали. И вдруг тот умирающий дедушка чувствует запах из кухни рыбы, зовет внучка и говорит, иди скажи бабуле, рыбки хочу. Внук прибегает, через мудрость сказал, а бабушка сказала, рыбну потом. Нет, она идея была, чтобы она забыла. Так резко взгляд у меня вот так вот по комнате ходит, гуляет, и смотрю, тумбочка. А на тумбочке паспорт. Мне стало интересно всего лишь... Как не пошариться-то, конечно. Да, мне стало интересно... Даже если в тумбочке был паспорт. Не прописка, не наврал ли он меня, чтобы в Москве... Это прямо русище с бальзамом на душу. Она говорит, паспорт свареный! Ну, право, правильно, да. Стала интересна его фотография. Вот. Какой он был в 18? Да, да, да. Ну, смена паспорта в 20. Ну, в общем, ладно. Взгляд я открываю. Взгляд у меня падает не на фото, а на год рождения. Познакомились мы с ним 5 сентября. А день рождения у него 3 сентября 1995. Девочка! Я в шоке! Ему исполнилось 17. Едва избежала судимости. Моя девочка! Тут он возвращается с кухни. Лезет целоваться. Я говорю, Дим, ты мне сказать ничего не хочешь? А умеет целоваться? Умеет. Ну, и не только целоваться, а еще красиво ухаживать. Ну, и что? Я говорю, Дим, смотри. Обломала-ка я в пацану? Если только да, я прям все против тебя. Ну, короче. Говорю, видишь тумбочка? Он, да, и что? А на тумбочке паспорт. И в паспорте что? А в паспорте да, да. Потом говорю, тебе сколько лет ты говоришь? Извини. Ну, просто, не знаю, я очень сильно... Ой, ну, хорошо. Ну, уже не тяни больше, господи больше. Ну, он 17. В общем, я говорю. Обломала пацана? Не стало его? Нет, нет. Я сказала, давай сами с друзьями. Ну, хотя бы из чистой страдания. Не службу, как говорится, а в дружбу. Чисто по-человечески. Ну, приласкала бы пацана-то. И он так, прям, не со слезами, видать, плакал. Ну, то есть, да, вставал на коленях, ну, давай я изменюсь. Ты же знаешь, что у меня, я соображаю, намного лучше, чем наши. У меня рядом с тобой будет год за три, я наверстаю за пять недель. Вот так вот. Ну, и, в общем, я его бросила. Я сказала, что давай, друзья, и все. А тут дедушка 37 лет вдруг подвернулся, да? 34. Да, 34. То есть проходит буквально два месяца. В принципе, ровно в два раза старше 17-летнего. Да. Проходит два месяца, я на съемках, знакомилась с молодым человеком. На съемках каких? С мужчиной. На съемках фильма. А так, работаю в Кремле официанткой. Вот. А поюте, я так поняла. Пою в кафе. Ну, который у Курского вокзала. Да. И что? Так. И вот ему 34. Да, познакомились и как бы начали отношения. Но буквально через несколько дней я поняла, что в нем есть большой недостаток такой, который меня прям выбешивал, да? Он постоянно меня заставлял мыть руки. Вот постоянно. А где вы с руками-то копались, что руки мыть надо? А нет, это у него проблема. Возьму, покушаю, мыть руки. Дотронусь там, не знаю, до стола. Вот сейчас дотронусь. Иди мои руки. Переоденусь, макияж сделаю. Иди мои руки. Вот. Секс. Иди мои руки. Во время секса, руки поверх одеяла. Угу. Поняла? Перед задцем. Обязательно мы руки. И? А тоже на сайте, да? А, нет. На съемках. А зад ли ему вопрос-то? А, какой? Ну, что, мол, у тебя проблемы? Давай сходим к врачу. Я ему говорю. Алло? Что, слушай, Сереж, в общем, мне это как-то не устраивает. У меня руки, они чистые. Они могут скоро уже морщинками покрыться от частого мытья. Вот я и говорю. Так что извини, ты просто не мой идеал. Давай останемся друзьями. Нет, а потом еще пришли в гости, где такие же старчи собрались. Да, да, да. В общем, был Новый год. И у них, так знаете, встреча по интересам. Тазик стоит вместо вина. И они все, ну, давай на перегонки. Кто быстрее намылит руки, кто быстрее помоет, да? Да. Такая романтия у вас. Ну, то есть... Мы отмечали Новый год. Да. Он сказал, что Инна, ты не беспокойся. Там, конечно, будут друзья тоже твоего возраста. Да. А мне 20 лет. Мы будем играть в больницу. Я буду хирургом. И, в общем, все будет нормально, хорошо. Я прихожу. И там его друзья, им всем далеко за 35. Я, о господи. А в такую примету, что как встретишь Новый год, так его и приведешь, я верю. Со старчими встретишь. Как-то не хотелось. Оливье, голубой огонек. Да, 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 да. И телевизор черно-белый. Да, да. Какие страсти рассказывать. Куда это? У кого это черно-белый телевизор? У них вечеринка тематическая была. Просто вспомни, как в советские годы. Называется «Делай как я, делай лучше нас». И он первый выбегает. Мы с руки. Да. Ну и, в общем, вот. Потом мы поехали на салют. И затем мне звонят ребята со съемок. И спазмы, потому что ни одного рукомоя никак. И он… Бедный! Думал, что… Да? Ребята со съемок мне звонят, говорят, Инн, ты где сейчас? Я говорю, да вот, отмечаюсь в компании. Слушай, давай, короче, бросай свою компанию, приезжай к нам в Стригино. Нас тут много, нас тут весело вообще, все здорово. Ладно. Есть психонеролог. Я бросила и поехала. Села в метро и уехала. А он что? И все. И с тех пор я его больше не встречала. Не встречала? Да. Он даже мне больше не звонил, видимо, сам понял. Вот если сейчас смотрит программа наша. Да, дорогая. Ну, правильно пришла на программу. Уже такой опыт целый год в Москве. Да. А Инна у нас квартиру в центре снимает, правда? Да. Я приехала. Слушай, вы, наверное, так хорошо зарабатываете-то. Ну, стараюсь. А где ей жить-то? В Химках? Киевская. А? Киевская. Киевская? Тоже. А ты еще и глухая что-то стала, Рос. Прям даже как ты это знаешь. Ай! И какой? То есть после новогодних праздников мне захотелось Ну, кстати, у киевского пивнушки лучше, дороже там. Да? Да. Слушай, ты просто как ресторанный гид у нас. Ой, девочки, что моей работе приходится? Уж лучше молчите, не спрашивайте. Хорошо. А вот давайте про ту, которая была, которая все раз у вас на дружбу разводила. Да, ну просто ухаживал за девушкой с моего города еще, когда я жил в городе Норильске. Предложил довезти ее до дома, она согласилась. Дальше познакомились. Ну и дальше я просто попытался ухаживать за ней, на что она мне сказала, пока будем дружить. Ну и все. Ну и все. И вот в один раз так дружили, дружили, додружили ее до подъезда и уехали домой. Не успели доехать уже смс-ка. Ты должен меня обнять. Нет, там была ситуация такая. Мы сидели в машине ночью, у меня грузовик, у меня там две машины были. Одна рабочая и другая легковая грузовая. Мы сидели часа ночью, у нас минус сорок постоянно, мы холодно, замерзли. Сидели, просто общались, как она мне сказала, не нарушай грань дружбы и отношений. Пока я там не хочу с тобой встречаться. Сколько вам лет? Ей сколько было лет? Ей мне было тогда 24, ей 23. Только она же пожилая девушка была. Ну почему пожилая? Нормальная девушка была. А что тогда высиживала она ночью в грузовике? Какого она высиживала? Я даже не погрелась. Я нравился ездной и она мне нравилась. Ну хорошо, сказал не нарушай. Вы там сидели? Я все, я такой человек. Уже кошмарок, ну короче, запотели уже у вас там все. Да? Ну у нас такое часто было, мы сидели, общались. И когда вы уже думали, что у вас сейчас голова взорвется, вы ее проводили домой? Нет, все ей там надо было на учебу, я ее проводил, а мне после поехал на работу. Потом мне пришла смс, мол, тебе нужно было меня обнять. Я приезжаю к ней сразу домой. Ну чтобы пообниматься. Ну да, говорю, все, давай обниматься. Она говорит, да нет, уже поздно. Я говорю, ну извините, я не знаю, что тогда делать. Какая глупая девушка. Зачем тогда нужно было это писать? Ага. Ну просто девушка вот такая вот попалась. И вы не сделали вы, что у девушек у всех это? Я сделаю это, что девушки есть у каждой свои зашкотки. Если она говорит нет, это значит да. Голубоглазый. Улыбка красивая. Открытый. Открытый. Уже такие сейчас не делают. В Москве так точно. В Москве так переделывают. Я... Нет, ничего. Все нравится. Все нравится. Красивая, симпатичная девушка. А вот если, допустим, у вас сегодня все сложится, а завтра свидание, куда поведете? На Красную площадь. Очень приятно. Покажите, что за книжка. А, Амар Хаям. Угу. Знаете, кто это? Амар Хаям. Ну, слышали когда-нибудь? Насхождение каждый миг. Если честно, не буду врать, но... Даже не слышали, даже не на слуху. Что-то... Да слышала. Слышала, слышала. Однозначно слышала. Но я не читала его. Давайте лучше посмотрим на вас пока. Владислав, а вы откуда в Москву приехали? Из Белгородской области. Вы гордитесь своим интеллектом. Вот чтобы не ходить огородом, я знаю, что у вас даже есть тестовые вопросы, да? А, ну да. Чтобы проверить интеллект девушки. А что, для меня это очень важный интеллект. Правильно. На первом месте. Поэтому, вот у вас есть возможность сейчас протестировать Инну. Инна, скажите, пожалуйста, вот вы литературу вообще хорошо знаете? Да. А скажите, а вот, например, знаете, кто написал лавовые вопросы? Ой. Следующий вопрос, да. Хорошо. Шерлок Холмс, это обыденный персонаж или реальный? А, реальный? Да. Следующий вопрос. Я школу давно окончила, я не помню. Хорошо, предположим, у лукоморья дуб зеленый, это стихотворение отдельное или она из какого-то произведения? Отдельное? Да. А можно вас? Вы прямо вот не в попадке. Столица Венесуэлы? Нет, ну это уже география. Ну какая разница? А что вы только в одном, в литературе? Каракас. Каракас. Еще какой вопрос вам? А процитируйте что-нибудь из Амара Хаяма? Ну, я, честно говоря, так его читал больше, как именно хобби-влечение по философским кинокнигам, то есть там по… А любимый философ? Любимый философ? Привет. А знаешь, мне какой нравится Амара Хаям? Ну, по своим словам я могу там немножко ошибаться. Кто нам завидует, тот хуже нас. А кто лучше нас, тем не до нас. Посмотрите, Инна не прошла ваш тест на интеллект. Вас не остановит? Ну, это ведь тест, это так, по большому счету. Да и потом, опять же, каждый человек развивается. Потом я думаю, что она может задать мне те же самые вопросы, только уже по музыке, ближе к ее. Я на них тоже не отвечу. А задайте. Про Полана Сагинского кто написал? Я не ошибаюсь, Полана Сагинский. Видите? А некоторые не знают. А есть такой продукт, состоящий из музыкальных нот. Что это? Музыкальных нот, продукт. Продукт. Ну, ответьте сами. Это фасоль. 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 Ребят, мы сейчас так до мышей договоримся. Давай, покажем, что лучше смотреть. Училище закончил первое. Сейчас учатся там высшее. А вот, кстати, у Инны тоже музыкальное училище. Вот вы бы взялись ее продюсировать? Нет. Почему? Первая задача, что я всегда говорил, я никогда не беру москвичей и москвичек. Ну, во-первых, Инна не москвичей. Она приезжая. Она приезжая. Ну, уже год в Москве, да. Она говорит... Уже в Москве. Я услышал еще то, что Инна говорит, я ради любимого, да, готова бросить свой любимый город, о котором я мечтала, и свои любимые занятия. Если я очень сильно влюблюсь. Да. И это будет взаимно, и я пойму, что это действительно тот человек, которого я ждала достаточно долгое время. Вот именно поэтому я бы ее не взял. Они работают там, занимаются. А чего вам туда не поехать-то? Или вы тут деньги зарабатываете, а они как швейцарский банд там собирают? Абсолютно верно, да. Зарабатываю и им отправляю. Тогда невесту надо московскую и богатую. А зачем? Он не хочет москвичку. Он не любит москвичей. Зачем? Если я могу сам заработать, зачем мне... Вообще, как это ужасно, что в Москву приезжают люди, которые тихо внутри ненавидят москвичей, московские уклады, рассматривают место и самих москвичей только как возможность заработка. Да, потому что третий человек, который приходит, говорит, только не москвичи, только не москвичи. Ой, да мы тоже не очень-то разбежались. Ответная любовь? Да. Не разбежались делиться любовью своей? Делиться квартирами нашими и пропитками. Все. Приятного аппетита! Сверха. Впаливайся. Сверху. Впаливайся. Субтитры создавал DimaTorzok